Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня хочу вам предложить салат, который готовится всего лишь из трех ингредиентов. Но при этом он получается невероятным вкусным. Вот что мне понадобится для этого вкусного салата. Очень важно, чтобы этот салат у вас получился вкусным. Нужно приготовить, конечно же, морковку по-корейски по вкусному рецепту. Сегодня я ее приготовлю. Также мне понадобится куриное филе и болгарский перец. А заправлять салат я буду домашним майонезом. Ну и конечно же мне понадобится щепотка соли для курицы. Приступаю! Я уверен, что вам этот салат с морковкой по-корейски очень понравится. Ну кстати, на моем канале есть тоже очень вкусный салат, который называется «Мужские слезы». Готовится с морковкой по-корейски, получается невероятно вкусно. И очень хочу вам порекомендовать зимний салат, который называется «Зимний сон». Великолепно, особенно когда на улице идет снег. А ссылки на этих два вкусных салата я оставлю в конце видео. Очень важно для этого салата куриное филе не отварить, а обжарить на сковородке до румяности. Куриное филе у вас получится ароматным, нежным и конечно же вкусным. Самое главное, не пережарьте куриное филе. Куриное филе нужно посолить с двух сторон. На сковородку наливаю подсолнечное масло. Куриное филе буду обжаривать на среднем огне. И отправляю его на сковородку. Желательно накрыть крышкой. Вы посмотрите, как легко готовится морковка по-корейски. А самое главное, правильно. Натираю морковку по-корейски на терке для морковки по-корейски. Самое главное, когда вы будете натирать морковку по-корейски для салата, не натирайте, чтобы она у вас была длинная. Потому что с салатью ее будут кушать просто неудобно. Прошло около 10 минут. Я куриное филе обжаривал на среднем огне под закрытой крышкой до румяности с одной стороны. Теперь переворачиваю и буду уже обжаривать до румяности с другой стороны, но уже без крышки. Самый главный секрет морковки по-корейски это раскаленное масло. Масло нужно накалить. Все пропорции на морковку по-корейски я оставлю в описании под видео. Теперь к морковке отправляю соль с сахаром. Добавляю уксус. Горкой высыпаю специи. Это кориандр, черный перец и красный перец. И, конечно же, пропущу чеснок через пресс. Также сверху на специи. Теперь раскаленное масло выливаю прямо на специи и на чеснок. Конечно же, морковка получится очень ароматная. И быстро все размешиваю. Конечно, на кухне от специй. Стоит аромат просто невероятный. Вам нужно обязательно приготовить морковку по-корейски. Именно по этому рецепту. Напишите мне в комментариях, какая она получилась в куст. Конечно же, лучше всего после того, как вы приготовили морковку по-корейски, отправить на одну ночь в холодильник. Но если у вас нет времени, как минимум хотя бы на 2 часа. Болгарский перец нужно помыть и очистить от семян. После того, как болгарский перец помыл и очистил от семян, его нужно обязательно нарезать тонкой соломкой. Нарезанный перец отправляю к морковке по-корейски. Посмотрите, какая у меня получилась сочная курочка. Потому что я ее обжаривал около 25 минут на небольшом огне. И 10-12 минут, конечно, я ее обжаривал при закрытой крышке. Теперь убираю с огня. Конечно, желательно, чтобы курица для салата остыла. Поэтому ее нарежу и пусть остывает. Посмотрите, какая курочка получилась. Сочная. После того, как куриное филе немного остыло, нарежу его таким вот образом. К морковке и перцу отправляю нарезанное куриное филе. Заправляю майонезом, размешаю салат и у вас получился невероятно вкусный салат. Как приготовить вкусный домашний майонез, есть на моем канале. Приготовить домашний майонез, это у вас займет буквально одну минуту. Воспользуйтесь. Конечно же, при подаче можно посыпать нарубленным укропом. Всего лишь из трех ингредиентов и получился такой невероятно вкусный салат. Я скажу, этот салат просто обожаю. Мы в нашей семье его готовим очень часто. Пробуем. Очень вкусно. Салат и так получился вкусным, хотя морковка по-корейски всего лишь мариновалась около часа. Но если вы приготовите морковку по-корейски заранее, он будет еще вкуснее. Обязательно воспользуйтесь этим простым и невероятно вкусным салатом. И напишите мне комментарий, какой получился вкусный салат. И не забудьте поставить лайк и конечно же подписаться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok